Привет, друзья! Сегодня расскажу вам о том, какие пробники и от Леванта парфюмерии закончились у меня за последние два месяца. Давайте начнем с тех пробников, которые прикреплены к карточкам. Во-первых, это аромат от Deimber Humory, который называется Black Flower, мексиканская ваниль. Это слегка миндальная, немного пластилиновая ваниль, практически без цветочной составляющей, то есть я бы не назвала этот аромат черным цветком, скорее это черная ваниль. Пахнет инди-парфюмерией, совершенно не пахнет нишей. От этого аромата есть такое впечатление, что он сделан из очень качественных ингредиентов, поэтому он пахнет дорого, хотя немного странно. Второй аромат это Оранжери Дюруа от Историае, какой-то нескончаемый пробник. Здесь, наверное, всего 2 мл был, но тем не менее мне этого аромата хватило где-то на полтора года. И я его носила не раз, не два и не пять, а очень-очень много раз. В первую очередь, конечно, этот аромат посвящен Флёрдоранжу и Нероли. На втором месте здесь цитрусы, Петит Грейн и какая-то такая еще легкая зелень. Было время, когда я даже думала купить себе полноразмерный флакон, но сейчас я рада, что не купила, потому что, вероятно, все-таки я бы не стала его носить часто. У этого аромата есть такой легкий винтажный налет, но в то же время он очень яркий, солнечный. И я думаю, что если вы любите Нероли, то он вам очень понравится. Третий аромат на карточке – это Девоушен от натурального парфюмерного дома «Хаус Ов Матриарх». Совершенно умопомрачительный, ни на что не похож натуральный аромат, с запахом ритуальных благовоний, с запахом зеленой травы, хрустящей, растертого травяного сока, деревяшек и очень приятной сладости. Главную роль в этом аромате определенно играют смолы, здесь очень красивый ладан, но в то же время он не создает впечатление традиционного бальзамического запаха, густого и дымного. Это прозрачный ладанный аромат, яркий, и я бы сказала, что его сезон – это весна. Очень необычный аромат, чудесный, очень впечатляющий, и я бы очень советую попробовать тем, кто любит натуральную парфюмерию и тем, кто любит ладан. Это просто must try. Следующие два аромата от 4160 Tuesdays London – это аромат шезон и секс-гадес. Оба в традиционной достаточно форме, но при этом с немного такими странными инди-нюансами. Я бы сказала, что это оба шипры. Шезон – это ориентальный шипр, напоминающий об опиуме, но с ягодными нотами и с очень ярким пачули. А секс-гадес – это очень яркий, дерзкий шипр с конфетными нюансами, с, может быть, нотой малины и с очень яркой такой пластилиновой, опять же, миндальной ванилью в шлейфе. Не могу сказать, что у меня возникло желание их носить, однако определенно они произвели на меня хорошее впечатление. Я бы попробовала что-нибудь еще из этого бренда. Две пробирки от Истуар де Парфам. Это аромат 1876, насколько я помню, посвященный Мата Хари. Это темная, немного грязноватая, анималистичная красная роза со специями и, в первую очередь, яркой гвоздикой. Достаточно необычный цветочный аромат, очень пыльный, но при этом яркий. Он совершенно не ассоциируется со стариной, но в то же время в нем присутствует немного ощущение задхвости от специй. И второй аромат зеленый пион, который совершенно не ассоциируется у меня с пионом. И в моем представлении этот аромат не зеленый, а белый. Я бы сказала, что это запах свежих белых роз, розовой воды и хрустящей зелени. Тоже не особо меня впечатлил, но на лето очень приятный и ненавязчивый. Две проверки от Хили. Это Сель Марин и Бабл Кам Шик. Сель Марин алкогольно-мужественно морской аромат. Он действительно пахнет морской солью, стерильностью, но вместе с каким-то запахом текилы и такого обычного стандартного акватического мужского одеколона. Исполнен очень добротно, но сама тема и выбор нот, по-моему, ничего особенного. Поэтому за счет этого он не вызывает каких-то особых восторгов, но исполнен действительно хорошо. И второй аромат Бабл Гам Шик – это имитация ноты жвачки Бабл Гам с помощью аромата Туберозы. Очень наркотический, немного где-то напоминает Пуазон. Точно не для слабонервных, сладкий, томный, очень-очень громкий. Как ни странно, каждый раз, когда я надевала этот аромат, это были кежуал-ситуации. Хотя изначально мне казалось, что такой аромат стоит надевать под особый наряд, потому что он пахнет очень претенциозно. Но, тем не менее, он замечательно вписался в кежуал-обстановку, как и все другие ароматы Хели. Два пробника Кей Коми Шери. Это аромат Уме с нотами сливы и дерева. Очень приятный, темный, сладкий, сиропный. Для меня определенно осенний. Очень согревающий. Возможно, кому-то покажется приторным. На постоянной основе я бы точно не смогла носить такой аромат. Но, тем не менее, как кратковременное удовольствие, он мне очень нравится. Прохладный мужественный древесный мускус Кей Коми Шери с необычными свежими нотами, даже, возможно, с акватическими нотами. Эту пробирку сносил мой муж, ему очень понравилось и мне тоже. Я немного изменила свое мнение насчет этого аромата. Вначале он показался мне достаточно простым и традиционным. Но, тем не менее, сейчас я увидела его очарование. Так что любителям мускуса обязательно советую попробовать. Два аромата от Орс Ламонт. Это Шило и Леди Шило. Шило мне понравился намного больше. Это аромат с розой и ветивером, насколько я помню. Не могу, к сожалению, открыть проверку. Несмотря на то, что по логике вещей, Шило и Леди Шило это мужской и женский аромат. Мне Шило показался вполне женским. А вот Леди Шило мне не понравилась с такой какой-то необычной кислинкой, которая, по-моему, портит этот аромат. Общего между ними немного. Может быть, разве что какая-то ветиверная древесность. Но, тем не менее, не могу сказать, что один из них как-то особенно меня впечатлил. Однако, если вы хотите пробовать один из двух, то я определенно скажу, пробуйте Шило. Сутра и Ланг от Боис 1920. Цветочный, пыльный, очень нежный. Это не аромат и Ланг и Ланга. Вот сейчас, когда этот лиман закончился, я просто нюхаю распылитель. Я очень четко чувствую его синтетическую составляющую. В нем есть даже какая-то яркая нота пластика. И именно этим он мне нравится. Пожалуй, этот аромат очень сильно на любителя. Хотя мне он и понравился. Но, пожалуй, полный флакон я бы не смогла сносить. Царина от Ormond Chain. Аромат замши и фруктов. Мне здесь упорно мерещится виноград. Хотя в пирамиде его нет. Очень женственный, яркий, громкий. И для меня слишком характерный. Он мне задавливает этот аромат. Необычная интерпретация кожи в парфюмерии. Мне кажется, это аромат Гюзошона. И, в общем-то, аромат достойный. Два ирисовых аромата. Это ирис от Серджов. И silver iris от Atelier Cologne. Оба они мне при первой просьбе показались очень мрачными, темными и холодными. Однако сейчас скажу, что это не так. Silver iris весьма напомнил мне аромат Soul Elixir от Evrosha. Только как будто бы с ирисом. В нем очень яркий пачули. И, как мне кажется, бобы тонко или ваниль. И эта комбинация создает такой эффект базы современного шипра. Он пахнет дорого и люксово. А вот аромат ирис скорее ассоциируется у меня с морковью и с пыльностью, что часто бывает с ирисом минутами в моем восприятии. Мне показалось, что он пахнет недостаточно интересно. И в нем не особо удачно раскрыты те хорошие, чудесные грани аромата ириса, которые ему присущи. И, наконец, последний от Levante. Это аромат Parisian от Ivo Saint Laurent. Раньше я всегда слышала в нем фиалки и ягоды. Но, когда я стала носить его это зимой, я, наконец-то, услышала в нем розы. Причем даже гораздо более яркие, чем фиалки. Какое-то время назад я думала о том, чтобы приобрести себе полноразмерный флакон этого аромата. Но сейчас у меня появился аромат Label Otero от Le Co-Code de Paris. И, по-моему, он совершенная замена этому аромату по жанру и по общему характеру. То есть, он такой же фруктово-цветочный, такой же фиалковый. И, в принципе, общее впечатление от него точно такое же. Хотя там совершенно другой набор ингредиентов и он вообще звучит совершенно иначе. Так что паризьям я больше не нуждаюсь, хотя аромат действительно чудесный. И тем, кто хочет пахнуть жизнерадостно, понятно и очень женственно, этот аромат, наверное, понравится. И последняя штучка, которую я хочу вам показать, это пустая упаковка от аромопалочек Blue Pearl, которую я купила на iHerb. Я вам, мне кажется, уже их показывала. Но теперь окончательный вердикт после того, как я сожгла их все. Это была упаковка пробников. Здесь было примерно 20 палочек, каждый из которых завернут в индивидуальную упаковку с разными ароматами, чтобы ароматы не смешивались и каждая была подписана. К сожалению, на iHerb доступны далеко не все из этих вариантов палочек, которые были в этой упаковке. Однако смело могу сказать, что больше половины их мне понравилось. Здесь были и палочки на угольной основе, те, что темные и попроще. И палочки, которые более светлого оттенка. Они обычно подороже, в их составе нет угля, и поэтому они не так сильно пахнут дымом. У них меньше постороннего запаха и запах более изысканный. В общем, мне этот набор очень понравился. Я, скорее всего, не буду покупать полноразмерную упаковку ни одного из видов этих палочек. Однако, этот сэмплер я купила бы еще раз. Только потому, что там так много запахов. И, в общем, именно это его главное достоинство. Цена, по-моему, его была меньше 2 евро. Вот и все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, жмите лайк, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии внизу под этим видео. А пока что я желаю вам прекрасного дня и самых лучших ароматов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok